В Ивановской области есть своя традиция в канун Нового года принимать министра строительства ЖКХ. 30 декабря Михаил Мень приехал в Иваново, чтобы посмотреть, как обстоят дела по достройке проблемных домов ДСК. Министр отметил, что внимательно отслеживает, как решается проблема обманутых дочек в нашем регионе. В 17-е годы будет у нас практически завершающий по объектам, по достройке группы компании СО-155. Вы знаете, что Банк Российский Капитал занимается этой достройкой, и на 18-й год, может быть, на первый квартал у нас зайдет только, по сути, один дом. Но и его планируется завершить раньше, если не возникнет каких-либо непредвиденных трудностей. К сожалению, Иваново самый сложный регион с точки зрения оказался финансированием, потому что здесь все квартиры, ну, по-моему, 100 квартир свободных, остальные все проданы. Как раз дольщикам, которые оказались обманутыми. И поэтому использовать здесь седьмой параграф закона о банкротстве, эту поправку, которую депутаты День России внесли, невозможно, потому что просто продавать практически нечего. Поэтому здесь мы финансировали за счет того капитала, который нам правительство выделяло Банку Российского Капитала. В этом году на завершение строительства объектов Ивановской ДСК направлено более миллиарда рублей. На эти средства удалось ввести в эксплуатацию три объекта. Литер-2 в московском микрорайоне, литеры-5 и 6 в Рождественском. 30 декабря ожидается решение о вводе в эксплуатацию четвертого объекта дома номер 38 по улице Рапфаковской. На самом деле построены пять домов. И могли бы ввести бы пять. Но кто же знал-то, что проектная документация группы компании СУС-155 не соответствует, утверждена, но не соответствует требованиям госстроенадзора. В последний момент у нас сказалось, что по проекту не хватает оборудования в части пожаротушения. Немножко не то. Вот сейчас доработаем и, надеюсь, и на пятый дом получим в январе необходимые документы. В областном правительстве Михаил Минь провел совещание, в ходе которого заслушал доклады представителей региональной власти о наиболее проблемных вопросах в сфере строительства и ЖКХ. Болевая системная точка – это строительство жилья. Нам надо все-таки в ближайшее время очень серьезно к этой проблеме подойти и сломать тенденции, которые существуют, и выйти на средние, даже с соседними регионами ввода жилья. У нас сегодня непригодная ситуация в реализации программы по переселению из аварийных домов, но я не сомневаюсь, что мы с этой задачей справимся. Михаил Минь выразил надежду, что в новом году область сделает рывок в плане ввода в эксплуатацию нового жилья. Со своей стороны, Министерство строительства ЖКХ поддержит финансово один из проектов в микрорайоне малоэтажной застройки в Кохме. Мы там будем за счет средств федерального бюджета помогать строить детский сад и внутриквартальные дорожные развязки. Это, безусловно, даст возможность не поднимать цену квадратного метра, чтобы обычно цена строительства социальной и дорожной инфраструктуры закладывается в квадратный метр. Здесь мы такую возможность даем не закладывать эту цену в цену квадратного метра. По словам Михаила Миня, если область справится с этим проектом и предложит новые варианты комплексной застройки, то и Министерство в дальнейшем будет помогать региону. Кроме того, в следующем году в нашей области реализуют проект по благоустройству городской среды. В Ивановской области предусмотрено 223 миллиона рублей. Это серьезный политический проект государственного уровня. И один из очень важных моментов, что к тому, как и нафто тратить эти деньги, очень важно узнать мнение наших граждан. И вот нам в ближайшее время придется определиться, как это мнение спросить, как его учесть, для того, чтобы деньги действительно пошли на те вещи, которые наши граждане считают наиболее важными для себя. Две трети средств из озвученной суммы направят на благоустройство дорогих территорий. Что именно там появятся, парковки или газоны, определяют сами жители.